Всем привет! Рад, что зашли на канал iZender Today. Когда я задумал это видео, ничего, как говорится, не предвещало беды. Но когда я его записываю, вот в данный момент, началась вся эта история с санкциями со стороны правительства США в отношении компании Huawei. И пока вообще не ясно, чем все это дело закончится, но благо нас хотя бы успокоили тем, что те смартфоны, которые уже выпущены, которые уже продаются в магазинах, они продолжат работать нормально и вроде бы даже будут получать обновления, по крайней мере так сказали сами Huawei и подтвердили представители Google. Но в любом случае надеюсь, что все закончится хорошо и Huawei со временем найдут какой-то компромисс с американским руководством. Изначально я по-другому совершенно планировал вступление к этому видео, но сами понимаете, игнорировать такие масштабные события, которые так или иначе затрагивают вообще, наверное, все сферы, связанные с электроникой, гаджетами, связью и так далее. Игнорировать их просто нельзя. Ну, посмотрим, чем все закончится, конечно же. А у нас пока сравнение камер Galaxy A50 и Huawei P30 Lite. Обзоры на оба эти смартфона у меня на канале уже есть. И могу сказать, что они в целом очень похожи между собой во многих моментах. И вот мне стало интересно, какой же из них лучше снимает фото, видео. И я решил это проверить, а теперь делюсь результатами с вами. Приступаем. Начнем с того, что немного посмотрим на то, что, собственно, мы сравниваем. Тем более, что камер у нас 8 штук на 2 смартфона. Galaxy A50 получил основную камеру на 25 мегапикселей при апертуре 1.7. Кроме нее, в тройной модуль вошел сенсор на 8 мегапикселей широкоугольной оптикой и еще один вспомогательный на 5 мегапикселей, который помогает повысить качество снимков с размытием фона. Фронталка в середнячке от Samsung имеет разрешение 25 мегапикселей и апертуру 2.0. Набор Huawei P30 Lite во многом похож на корейца. Да почти во всем на самом деле. Сзади такой же тройной модуль, основная камера на 24 мегапикселя с апертурой 1.8, ширик на 8 мегапикселей и вспомогательный сенсор на 2 мегапикселя для снимков с размытием. Фронталки, вот правда, мегапикселей отсыпали побольше, целых 32. Кстати, насчет разрешений. Несмотря на то, что разрешение основной камеры в обоих моделях почти одинаковое, итоговый размер снимков получается разным. Samsung по умолчанию выдает снимки на 12 мегапикселей, а вот P30 сразу снимает на полное разрешение. Так как я в своих тестах старался снимать максимально близко к стандартным настройкам, то все так и оставил. Но о методике тестирования чуть-чуть позже. Перед тем как продолжим, хочу рассказать вам про одно приложение, которое мне самому недавно посоветовали. Называется он-то-го геонапоминание. В принципе, обычная напоминалка, но срабатывает не по времени, а по месту. То есть при настройке напоминания надо указать, в каком месте оно должно сработать, и когда приложение по GPS отследит, что вы оказались вблизи от этого места, то выдается уведомление. Как оказалось, штука очень удобная, особенно для тех, кто, как и я, может несколько дней ходить мимо магазина и только дома вспоминать, что надо было купить батарейки или что-нибудь в этом роде. При этом приложение можно настроить таким образом, чтобы оно срабатывало около каждого места определенной категории. Например, супермаркета или банка. А можно добавить и какое-то конкретное, если, например, ходишь постоянно мимо одного этого же магазина. Если что, ссылку на приложение добавил в описании под видео. Все снимки я делал в автоматическом режиме, и даже алгоритмы искусственного интеллекта в этот раз я оставил включенными. То есть оставил все именно так, как это настроено по умолчанию с завода. Во-первых, потому что большая часть пользователей, наверное, все-таки снимает именно так, в полностью автоматическом режиме. Ну и, во-вторых, сравнить то, как работает софтовая часть, тоже интересно. Тем более, что и сейчас эти интеллектуальные помощники, этот искусственный интеллект, есть, наверное, в каждом современном смартфоне. И кое-где его даже нельзя отключить, он просто жестко интегрирован в автоматический режим. Так что посмотрим. Ну и, конечно же, все снимки я делал из одной и той же точки, имеется в виду, когда снимал одну и ту же сцену. В одно и то же время просто брал, снимал сначала на один смартфон, и потом тут же следом на другой. Ну все, заканчиваем с предисловиями и переходим к самому сравнению. Начнем с простой фотки в парке в солнечный день. На первый взгляд, сильно заметна разница в цветопередаче. Сразу забегу вперед и скажу, что так будет происходить довольно часто. Что забавно, в какой-то степени приврали оба смартфона, а то, что я видел своими глазами, находилось примерно посередине. Так что в этом плане остается выбирать, чья версия при украшивании нравится больше, либо лезть в ручные настройки. Они, кстати, имеются в стоковых приложениях камеры у обоих аппаратов. А вот со светом лучше справился Huawei, на мой взгляд. Нет таких сильных засветов, как у Samsung, а значит и детали в целом по снимку сохранились лучше. Более высокое разрешение, кстати, тоже сказалось. Вот, например, шишечки на снимке от B30 Lite получились заметно детальнее. Так что любители поразглядывать мелочи должны оценить. Я немного подумал и решил, что хоть я и собрался сравнивать в режимах по умолчанию, один раз все же стоит посмотреть, как оба смартфона будут смотреться в полном разрешении. Поэтому для этой фотографии я перевел Samsung на съемку в 25 мегапикселей. Надо сказать, большой разницы между двумя смартфонами я не увидел. Оба сняли очень похожие кадры и в том, что касается деталей, и во всем остальном тоже. Если порассматривать оба снимка внимательнее, то заметно, что есть участки, где чуть лучше справился Samsung, а где-то Huawei. Но в целом, повторюсь, вышло примерно одинаково. Так что если снимаете днем при хорошем ярком освещении, то можно попробовать перевести Samsung в режим полного разрешения и получить немного более детализированную фотографию. Второй дневной снимок на полностью автоматических настройках. Если не сильно вдаваться в детали, то сразу заметно, во-первых, что цвета снова немного отличаются, хотя в этот раз не так сильно, как в первой сцене. А во-вторых, фото от Samsung кажется более контрастным, тени глубже, освещенные части ярче. В то же время, картинка от Huawei более мягкая. И это на самом деле играет немного против китайского смартфона. Если в целом его фото может выглядеть даже немного поприятнее, то если начать высматривать детали, то окажется, что Samsung их оставил. Там, где обработка от Huawei привела к тому, что кое-что потерялось. Заметно это в первую очередь на статую. У Samsung сохранилось больше всяких выбоин, дефектов, фактуры и так далее. Еще заметно на коре дерева. Вообще, снимок от P30 Lite выглядит так, как будто сделан в режиме HDR. Хотя, по идее, автоматически делать это он не умеет. Для этого есть отдельный переключатель в настройках камеры. Видимо, так увидел искусственный интеллект. И последняя пара снимков из обычной дневной серии. Вот такая вот женщина за решеткой. Тут лично я сразу обратил внимание на то, что затененная часть ниши на фото от Samsung проработана куда лучше. Тут в самый раз вспомнить, что кореец как раз таки умеет включать HDR автоматически. И на первый взгляд фото от Samsung показалось как-то фактурнее, более проработанным. Не знаю, как правильно это описать. Возможно, кто-то разбирается в фотографии на более профессиональном уровне, чем я, и подскажет нам, как это объяснить более правильно. Но тут, например, то, о чем я говорю, видно очень отчетливо. Samsung дает нам разглядеть чуть ли не отдельные песчинки на кирпичах и облицовке. А Huawei опять как будто все замазал блюром. К слову об HDR. Вот такая пара снимков с резким перепадом освещенности сцены. Очевидно, искусственные помощники обоих смартфонов постарались все это дело обработать и вытянуть как тени, так и освещенные участки. У кого получилось лучше, сходу и не скажешь. Samsung не так заметно высветлил затемненные участки, так что часть деталей в тенях не сильно заметна. Зато засветы на уличной части не такие сильные, как у Huawei. У китайцев, в свою очередь, затененные участки под мостом кажутся более светлыми и, по идее, должны дать нам разглядеть больше деталей. Но, если посмотреть поближе, окажется, что мелкие детали Huawei снова съел. И это несмотря на то, что снимок китайца имеет разрешение в два раза больше. Моё мнение, оба справились не идеально, но Samsung немного лучше. Теперь давайте посмотрим, кто лучше справится с макро. Тем более, снять что-нибудь вблизи иногда бывает очень нужно, а иногда просто хочется сделать какой-нибудь красивый снимок. Что заметно сразу, опять оба смартфона по-разному выставили баланс белого. Но в этот раз уже Samsung ушел в более теплые оттенки, а Huawei наоборот. Что касается деталей, то опять какого-то явного победителя нет. Если смотреть на лепестки, то они более удачно получились у корейца. Видно больше деталей, самые мелкие жилки и небольшие дефекты. А вот эти жучки лучше проработаны у Huawei. Видно, что спинка у них с перламутовой окраской, а не просто коричневое пятно. Другой сценой, скажем так, в домашних условиях оба справились почти одинаково. Особо тут даже нечего и комментировать, просто сами посмотрите на примеры. Даже пыль на подставке у Крабса различимо одинаково, что на Samsung Galaxy A50, что на Huawei P30 Lite. Идём дальше. На очереди камеры с широкоугольной оптикой. Раз уж они есть в каждом из аппаратов, то было бы странно их не сравнить. Сразу видно, что угол обзора у Galaxy A50 больше. И в общем-то на этом можно заканчивать сравнение в этом конкретном случае. Функция ширика – снимать больше пространства, и Samsung с этим справился лучше. Защиту Huawei можно сказать, что он меньше искажает геометрию, но как по мне, то в данном случае это не особо важно. Кстати, ещё обратите внимание, так получилось, что эту фотографию я сделал против солнца. С этой непростой ситуацией Samsung тоже справился лучше. Меньше бликов, отцветов и так далее. Ну, вы сами видите. Следующий режим – портрет с размытием фона. Пока разглядывайте, собственно, меня сделаю несколько пояснений. В Huawei есть два режима, в которых можно снимать с размытием. Один так и называется – портрет, а второй – диафрагма. При этом в портретном режиме нельзя менять степень размытия, зато в него встроена автоукрашалка лица. В диафрагме нет украшений, зато можно выбрать, как сильно размывать фон. К слову, если в кадре стоит человек, то он его всё равно опознаёт. Поэтому мне не совсем понятно, зачем вообще понадобилось их разделять. В общем, я снимал в режиме диафрагма. Насчёт качества вы уже, наверное, сами увидели. Нет? Тогда вот покрупнее. Честно говоря, у меня такое ощущение, что раньше Huawei справлялись с такими снимками лучше. Надеюсь, они и справятся в каких-нибудь следующих обновлениях. Если они будут, эти ваши обновления. Да, кстати, в режиме портрет проблемы с распознаванием границ тоже есть, если что. А вот со львом оба смартфона справились неплохо. По крайней мере, без очевидных промахов и неаккуратной обрезки краёв. Полагаю, дело в ярком контрасте цветов. Отделить белого льва на фоне зелёной травы, наверное, не слишком трудно. А вообще, вывод тут каждый раз один и тот же. Хотите хорошее фото с боке на смартфон, делайте побольше дублей, потому что ошибки в обработке будут вылезать в любом случае, несмотря на 2, 3, 4 и так далее камер. Добрались до сложных испытаний. Посмотрим, как наши смартфоны проявят себя ночью. Итак, первая сцена, фонари, деревья. Самое то, чтобы немного поснимать. И Huawei как-то сразу взял и сходу слил первый ночной раунд. Причём буквально во всём. Шумов больше, деталей меньше, точнее их вообще нет. Если на Samsung ещё можно разглядеть листву, какие-то мелкие веточки и так далее, то Huawei выдал сплошную серо-зелёную мазню. Но пока смотрите на этот ужас, не спешите расстраиваться, если вы всей душой за Huawei. У него будет ещё пара попыток и козырь в рукаве. Переходим к следующей паре фотографий. Тут, на первый взгляд, не всё так печально для Huawei P30 Lite. Но это именно на первый взгляд. На самом деле ничего особо не поменялось. И это видно, стоит только присмотреться. Немного приблизим и окажется, что фактура кирпичей кладки на фотографии, которую я сделал на Samsung Galaxy A50, видна намного лучше. Края всяких элементов не так сильно размыты, и вообще фото корейца выглядит более живым, что ли. Ещё можно посмотреть вот на эту стену, которая делана сайдингом или чем-то в этом духе. Huawei замазал всё в равномерное мыло, а вот если смотреть на стимок от Samsung, видно, что она неровная, а имеет свой профиль. Ну что, последняя попытка для Huawei. На самом деле в обычном режиме всё было понятно сразу, потому что ничего не изменилось. Снова Samsung сделал лучше во всём. Деталей больше, фокус поймал лучше. Одним словом, его с ним окажется более качественным. Но, помните, говорил про козырь в рукаве? Это отдельный ночной режим, который в некоторых случаях здорово вытягивает снимки при плохой освещенности. Вот и в этот раз кондиционеры после включения ночного режима на Huawei стали гораздо более чёткими и проработанными. Даже надписи стали читаться куда лучше. На самом деле можно взять штатив, перейти в ручной режим, выставить выдержку побольше и получить похожий или даже лучший результат. Но кто будет постоянно гулять со штативом? Если вдруг кто-то так делает, то напишите в комментариях. С основной камерой разобрались, посмотрим, что там с фронталкой. Оба смартфона по умолчанию врубают портретный режим с украшением, его и оставим. Большой разницы я не заметил. Оба снимка, на мой взгляд, абсолютно равнозначны, так что если вы любитель или любительница фотографировать себя, то оба смартфона подойдут одинаково. Хотя одна фишка нашлась у Samsung. После очередного обновления у него появился режим широкого угла на фронталке. Благодаря этому в кадр помещается чуть больше пространства. Подойдёт, если будете сниматься большой компанией. А знаете, мы с вами добрались до видео. Особо комментировать ничего не буду. Смотрите сами и решайте, чей вариант вам понравился больше. Итак, снимаем видео на Huawei P30 Lite и Samsung Galaxy A50. Оба смартфона выставил в режим Full HD 30 FPS. Для Samsung это максимально, что он умеет. У Huawei есть ещё режим на 60 FPS, но в этот раз решил поставить их в одинаковые условия. Чтобы было нагляднее. Сейчас двигаюсь, посмотрим потом на стабилизацию. И давайте теперь... Так, ну вот Samsung немножко отстаёт по скорости фокуса. Это видно прямо сейчас. Ну и моя любимая часть. Подводим итоги. На самом деле, не могу сказать, что какой-то из этих смартфонов был безоговорочно лучше, чем другой. Но всё-таки, на мой взгляд, с небольшим преимуществом, но победил Samsung Galaxy A50. Нет, в каких-то моментах, конечно, был лучше и китайский аппарат, но в целом всё-таки Samsung. Чтобы вы сами могли сравнить исходные снимки, я залил их все в облако и ссылку оставил в описании под этим видео. Так что можете скачать себе на компьютер и самостоятельно оценить всё в полном разрешении, посравнивать и так далее. Жду вас в комментариях. Пишите, кто был лучше на ваш взгляд. Буду рад обсудить. Спасибо, что досмотрели. Если видео вам понравилось и хочется, чтобы было больше подобных в будущем, то ставьте лайк под ним, конечно же. И подписывайтесь на канал, если что, не сделали этого раньше. Будет ещё много интересного, по крайней мере, я постараюсь. А на сегодня у меня всё. Увидимся в новых видео. Всем пока.